Боинг 777 Что дальше? Почти 300 погибших и политические последствия. Падение самолета может обернуться новой холодной войной. Израиль, Хамас. Цахал эвакуирует палестинцев. Террористы прикрываются мирными жителями газы. Израильская армия добралась до тоннелей Хамаса. Нерушимая скала в наземном действии. Христиане бегут из Мусула. Джихадисты в Ираке угрожают. Халифат объявлен. Законы шариата не терпят иноверцев. Боинг 777 авиакомпании «Малазийская авиалиния», упавшая на территорию Украины 17 июля, спустя ровно 17 лет после своего первого полета, добавил градусов и без того накалившиеся отношения между Россией и Западом. Противостояние в Донецкой области, где рухнул лайнер с тремя сотнями человек на борту, приобрело геополитические масштабы. Украинский кризис вышел за рамки локального конфликта. Падение Боинга стало отправной точкой для переосмысления ситуации в восточнославянской стране. Что делать и кто виноват? Все подробности у моей коллеги Нины Шамуги. На третьи сутки после авиакатастрофы Боинга 777 малазийских авиалиний с места крушения начали собирать тела погибших. Останки 298 человек, как и фрагменты лайнера, раскидало в радиусе до 10 километров от села Грабово. Около 200 тел уже обнаружено. Компания-перевозчик опубликовала полный список всех погибших при крушении самолета с указанием их гражданства. Авиакатастрофа под Донецком погрузила в траур жителей практически всех континентов. Роковым рейсом Амстердам-Куала-Лумпур летели граждане более 10 стран. Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, США, Великобритании, ЮАР, Пельгии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин. «Единственное, что у нас осталось от моей сестры, её супруга и наших двух племянников, это воспоминания. Почему должны были погибнуть мирные люди?» С утратой не могут смириться и в Великобритании. 28-летний Лиам Суини домой не вернётся. Он вместе с товарищем Джоном Адлером летели в Новую Зеландию на матч любимой футбольной команды «Нью-Касл». «Мы узнали о том, что произошло по телевизору. Надеялись, что он жив. Это ужасно, надеяться, что умер кто-то другой, а не твой сын. Но ничего не поделаешь. Всё рухнуло, когда к нам приехали и сказали, что Лиам и Джон Адлер зарегистрировались на рейс». Эти кадры были распространены через несколько часов после крушения самолёта. Передать весь ужас трагедии камера не способна, но видео не может не шокировать даже человека с очень крепкими нервами. Что уж говорить о родственниках жертв, пребывающих в полном шоке. Семьи погибших попросили журналистов не публиковать фотографии, где отчётливо видны тела жертв трагедии. Между тем поступает противоречивая информация о том, куда будут вывезены останки погибших. По одним данным, их увезут в Харьков, по другим – в Мариуполь. Украинские власти и вовсе утверждают, сепаратисты Донбасса при поддержке России пытаются уничтожить доказательства международного преступления. В Киеве уверяют, что якобы террористы вывезли 38 тел погибших в морг города Донецк, где специалисты с ярко выраженным русским акцентом заявили – они самостоятельно будут проводить вскрытие. Кроме того, украинские власти считают, что сепаратисты ведут поиск крупногабаритного транспорта для вывоза обломков самолёта на территорию России. Накануне вечером ополченцы после громких заявлений мировых лидеров и организаций разрешили 30-ти экспертам ОБСЕ осмотр места падения самолёта. Правда, дали на это не более часа. «Заметно пьяный автоматчик преградил путь представителя ОБСЕ, который вышел за пределы разрешённой зоны. Раздались выстрелы, стреляли в воздух. Мы в шоке, ведь обычно при авиакатастрофах спасатели прибывают на место трагедии незамедлительно и сразу начинают вывозить тела». Ещё одна загвоздка – чёрные ящики Боинга-777. Именно они – ключ к разгадке трагедии. Но этот ключ надо ещё подобрать, точнее, найти. Украинские власти заявили, местонахождение бортовых самописцев установлено. Они будут переданы правительственной комиссии по расследованию инцидента под эгидой ИКАО. На пути в Киевы специалисты из США, Германии, Великобритании и Нидерландов. Впрочем, причины трагедии в небе над Донецком некоторые называют ещё до проведения расследования. «Мы отказались дать украинцам оружие для самообороны, а Путин продолжает поставки оружия террористам. Я думаю, что мы проявили трусость. Во-первых, Владимир Путин ответственен за этот возмутительный акт. Во-вторых, надо наложить самые суровые из возможных санкций и убедить сделать то же самое европейцев. В-третьих, передислоцировать войска НАТО к берегам Балтии. Больше никаких перезагрузок». Это мнение радикально настроенного сенатора-республиканца. Хотя в свете последних событий его позицию, особенно по поводу санкций, разделяют на Западе многие. А вот официальная позиция Вашингтона такова. У США нет рабочей версии того, что произошло с малазийским лайнером. То есть нет официальной позиции. Зато она есть у Москвы и у Киева. Стороны винят друг друга в гибели 300 человек. И никто сегодня в мире не говорит о том, сколько людей погибло на территории Украины до трагедии с Боингом. Нина Шамуге, RTVI. Президент США Барак Обама в ходе телефонных разговоров с канцлером Германии Ангелой Меркели, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, обсудил возможность введения новых санкций в отношении России, если Москва не предпримет шаги по деэскалации ситуации на востоке Украины. Как сообщили в Белом доме, Обама и Меркель сошлись во мнении, что Россия несет ответственность за то, что сепаратисты продолжают получать вооружение. А в ходе беседы Обамы с Кэмероном стороны признали необходимость предпринимать дальнейшие действия, если Россия не повлияет на ситуацию в соседней стране. И сегодня Совет Евросоюза расширил критерии для включения российских компаний в черный список. Отныне допускается заморозка всех фондов российских лиц и компаний, поддержавших сепаратистов Украины. И другая горячая точка мира. В секторе газа продолжается наземная военная операция армии обороны Израиля. Судя по всему, пока говорить о том, что кризис закончится рано. Накануне в 23.30 по московскому времени представитель Хамаса сделал заявление. В Израиле это заявление ждали, но ничего нового не услышали. Когда они слышали с экранов телевизоров, а транслировали выступления канала Алякса и Аль-Джазира, Хамасовец заявил, что борьба продолжится и предрек победу, понятное дело, Хамасу. Сахал, армия обороны Израиля, на своем сайте разместил видеоролик, разъясняющий, как действуют террористы в секторе газа. Вы сейчас видите этот ролик на своих экранах. Здесь подробное описание инфраструктуры Хамаса, ракет, которые есть у террористов, показан и тоннель. Дело в том, что склады с оружием и пусковые установки в основном находятся под землей, поэтому авиаударами уничтожить все это сложно. А на земле школы, больницы, жилые дома. Гибнут мирные жители, в том числе и дети. Израильским военным приходится использовать экскаваторы для того, чтобы добраться до тоннелей. Затем в ход идет и взрывчатка. Представители Хамаса и не скрывают, они ведут своих людей к смерти. Заканчивается видео графикой. Вот сейчас вы ее видите. Хамасовцы прикрываются детьми. Вот эти кадры. Похороны троих детей, двух мальчиков и девочки, показывают все мировые СМИ. Как и развалины домов в Газе. В Израиле подобного нет. Израильтян спасает железный купол и сигнал тревоги ЦВА дом. Несмотря на наземную операцию, сирена срабатывает по всей территории страны. Хамас продолжает выпускать ракеты. Военные эксперты полагают, что у террористов осталось порядка четырех тысяч различных ракет. В основном малого радиуса действия. Но есть и такие, которые долетают до Тель-Авива. Эта самая сирена прозвучала, когда премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньягу беседовал с президентом США Бараком Обамой. Нетаньягу не применил отметить. Такова теперь в Израиле ежедневная рутина. В ответ глава Белого дома еще раз повторил. Израиль имеет полное право на самооборону. Нерушимая скала, так как известно назвали в Израиле военную операцию, будет расширена. Но перед этим ночью из домов были эвакуированы около 50 тысяч жителей севера сектора Газы. И эвакуировали людей израильские военные. Армия Израиля также обратилась к жителям палестинских лагерей в центре сектора с призывом покинуть свои дома в связи с намерением Цахала продвигаться вглубь территории Газы. На экстренном заседании Кабинета министров глава правительства заявил, что это необходимо, чтобы добраться до всех тоннелей боевиков. Цахал – нравственная армия. Мы не нацеливаемся ни на одного невинного человека, ни на одного. Наша цель – террористические объекты. Мы сожалеем о причинении по ошибке любого вреда гражданским лицам. За ущерб невинных несут ответственность террористические организации, которые атакуют наши города и мирных жителей и используют своих гражданских лиц в качестве живого счета. И сегодня была предотвращена попытка проникновения террористов из сектора Газы на израильскую территорию. Завязалась перестрелка. Инцидент произошел возле границы в районе округа Ишколь. На фоне операции армии обороны Израиля глава правительства Турции Раджеп Тайпердаган пригласил палестинского лидера Махмуда Аббаса встретиться в Стамбуле. В Турции прошли массовые акции протеста в поддержку палестинцев. Вот так в Анкаре и Стамбуле высказались против действий израильских военных, в результате которых гибнут мирные жители сектора Газы. Позиция турецкого премьера однозначная. Эрдаган заявил, что Израиль проводит политику террора, а военную операцию в Газе назвал геноцидом. Примечательно, что Турция не так давно предложила свои посреднические усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, а Иерусалим отверг предложение, чем, по всей видимости, разгневал турецкого премьера. На совместной пресс-конференции и Эрдаган, и Аббас обрушились с критикой на совбез ООН. «Совет безопасности ООН – структура несправедливая, учреждение. Она лишь усугубляет проблемы, принимая сторону могущественных стран. И это вместо того, чтобы защищать страдающих во время кризиса, такого, который имеет место быть на Ближнем Востоке. Посмотрите, кто входит в Совет безопасности. У них пять постоянных членов, и среди них нет ни одной мусульманской страны». «Мы знаем о неспособности Совета безопасности ООН принимать правильные решения. Но, несмотря на это, мы работаем с нашими братьями в турецком МИДе. Мы работаем, чтобы в совбезе говорили о нынешнем кризисе. Мы хотим, чтобы этот вопрос был рассмотрен и Генеральной Ассамблеи ООН». Неожиданный жест на экстренном заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации в секторе Газы. Ром Просор, постоянный представитель Израиля при ООН, привез с собой Компас и заявил, что предлагает его международному сообществу. Мол, Компас выведет на правильное решение. Постпредизраиль известен своими наглядными презентациями. На прошлой сессии он ознакомил дипломатов со звуком сирены. Просор всю ответственность за происходящее в секторе Газы возложил на Хамас. «Если Хамас не остановится, это будет означать больше террора для Израиля и больше трагедий для палестинцев». В свою очередь Риад Мансур, постоянный наблюдатель Палестины, которая, кстати, имеет статус государства наблюдателя при ООН, призвался в безг давлению на Израиль. «Призываем вас содействовать прекращению Израилем наземной операции в Газе и поиском дипломатического решения конфликта. В противном случае у нас не останется другого выбора, кроме как обратиться в правовые структуры ООН и международные суды». Открыто осудила Израиль на этом заседании только Иордания. Ну а как всегда встревоженный и обеспокоенный конфликтами генсек ООН Пангимун отправился на Ближний Восток искать мир. Этим же намерен заниматься в столице Египта Джон Кэрри. А вот глава политбюро Хамаса Халид Машаль поехал обсуждать ситуацию в Кувейт. Руководитель политического крыла Хамаса в секторе Газы фактически не живет, предпочитая находиться в Катаре, в Дохе. Тысячи христиан из иракского Масула бегут в соседний курдский регион. Они спасаются от исламистских боевиков, которые захватили этот город на севере страны. В пятницу джихадисты из группировки Исламское государство Ирака и Леванта выдвинули ультиматум. Все христиане должны либо принять ислам, либо выплатить специальный налог или покинуть город. В течение дня через громкоговорители в мечетях объявлялось, что христиане должны уехать из Масула к полудню субботы. Напомню, члены ИДИЛ объявили о создании исламского государства-халифата в нескольких районах на севере Ирака, захваченных в июне. Прямо сейчас на нашем канале рубрика «Мегаполис» наших московских коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok